Стройкой дружбы Полным ходом идут вскрышные работы в карьере. Валерий Андреевич Жуков, один из лучших водителей большегрузных автомашин. Среди экскаваторщиков нет равных Владимиру Ивановичу Перфильеву. Он принимал участие в сборке всех здешних экскаваторов. Он же вынул на стройки комбината и первый ковш грунта. Впереди еще много работы. Надо переместить десятки миллионов кубометров пустой породы, чтобы ко времени окончания строительства первой очереди горно-обогатительного комбината был готов и железно-рубный карьер. Журнал «Советская Карелия» много раз рассказывал о Костомукшском горно-обогатительном комбинате, об этом самом современном предприятии отрасли. Важнейшие события в жизни коллектива запечатлены на кинопленке. Мы познакомились со многими строителями комбината, металлургами, горнодобытчиками. И вот новая встреча. В этот день на фабрике окомкования были пущены вакуумные фильтры для второй очереди комбината. В этот день в карьере добыто около 10 тысяч тонн руды. Впервые приступили к работе 110-тонные самосвалы «Белазы». Освоение самой мощной техники сулит коллективу немалый выигрыш. Добыча и доставка руды на комбинат будет более ритмичной и дешевой. Понятны чувства Валерия Андреевича Жукова. Ему в числе первых пяти водителей доверили управлять машиной-гулливером. За штурвал такого грузовика садишься, конечно же, с особой ответственностью. Впрочем, тем и силен настоящий коллектив, что каждый на своем месте выполняет обязанности добросовестно и ответственно. В этот день в цехе обжига Акатыши работал коллектив мастера Валерия Александровича Осянина. Выпущено 2760 тонн ценного металлургического сырья. Все, о чем мы рассказали, произошло в памятный для всех нас день. День коммунистического субботника. Для коллектива молодого предприятия он памятен вдвойне. В условиях действующего производства Ленинский субботник здесь проведен впервые. Мы с вами в Костомухше, в детской художественной школе. Родители этих ребят строят новый город и обогатительную фабрику Костомухшского комбината. И пусть пока дети не слишком разбираются, что такое железорудный концентрат, но их рисунки навеяны яркими впечатлениями от огромной стройки, которая вошла в жизнь их семей, в заботы и разговоры взрослых. Растут новые многоквартирные дома. В этой пятилетке здесь будет построено 180 тысяч квадратных метров нового современного жилья, новый детский сад и школа. Много забот у бригад отделочников. Пусть порадуются будущие новоселы старательной работе Татьяны Павловны Шеленко, Анны Михайловны Маричевой, Татьяны Викторовны Зубаревой, Галины Николаевны Анфиловьевой и многих-многих других строителей. Имени 60-летия Союза СССР. Так теперь дополнено название Костомухшского горно-обогатительного комбината. Государственный акт о вводе в строй первой очереди комбината подписан в канун 83-го года. Но уже полным ходом идет подготовка к вводу второй очереди. Строительство снова ведется совместно советскими и финскими специалистами. Сплотил и объединил усилия многих людей сквозной бригадный подряд. Заинтересованность в быстрейшем достижении конечного результата уплотняет рабочее время, приводит в действие резервы. Инициатива, творческий поиск монтажников, нацеленные на главное – сдать мощности второй очереди досрочно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова